Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим образование на территории Руси княжеств-государств. После смерти Мстислава в 1132 году на Киевский стол вступил его брат Ярополк Владимирович, сын Владимира Мономаха, князь Переяславский, великий князь Киевский с 1132 года. Именно при этом князе произойдет распад единого древнерусского государства. В тот момент, когда он становится киевским князем, ему было 49 лет, по тем временам преклонный возраст. Под его прямым контролем находился только Киев с окрестностями. Это смелый воин, но слабый полководец, он был и слабым политиком, не сумевшим остановить распад государства на отдельные княжества. При нем Черниговские Ольговичи начали войну с Мономаховичем за Киевский престол. Новгородцы отказались выплачивать дань Киеву и изгнали из города старшего сына киевского князя. Так, к концу 30-х годов XII века древнерусское государство распалось на 15 территорий, 14 княжеств и новгородскую землю. К началу XIII века их уже будет 50, а к XIV веку почти 250 княжеств. Политическая Русь стала похожа на лоскутное одеяло. В каждом из княжеств воцаряется своя династия, члены которой хотели быть независимыми от власти киевского князя. Не уплачивать ему дань, не собирать и отправлять в Киев ополченцев от своих земель в случае войны. Наступает феодальная раздробленность. Период в истории Руси в XII-XV веках, характеризующийся наличием самостоятельных княжеств, которые были независимы от власти Киева. Раздробленностью называли, так как в основе всех событий лежало разобщение земель, каждая из которых фактически была самостоятельным государством. Феодальной раздробленностью называли этот период в советско-марксистской историографии. Другие названия этого периода – политическая раздробленность, удельный период. Удельный период от слова «удел», что означает «часть княжества», которое дается в управлении одному из сыновей. В каждом из княжеств воцаряется своя династия, члены которой хотели быть независимыми от власти киевского князя. Каждое княжество имеет свою систему управления, свою экономику, свою армию. Современники иронично заотмечали в ростовской земле князь в каждом селе. Конечно, сохраняется главенствующее положение великого князя, но это была уже фигура скорее номинальна, чем действительно значима. Хотя территория, на которой жили восточные славяне, оказалась разделенной политическими границами, все равно славяне продолжают жить в едином социокультурном пространстве. В древнерусских землях действовали во многом сходные политические институты и общественный строй. Сохранялась общность духовной жизни. Итак, признаки, которые сохраняли видимость единого государства. Формальная зависимость от Киева. Пусть порой призрачная, но власть великих киевских князей существовала. Недаром для автора слова о полку Игореве власть и авторитет киевского князя стояли на высоком политическом и нравственном педестале. Также была общность культуры и языка, единая религия и церковная организация. Киевские митрополиты являлись руководителями всей церковной организации. Церковь, как правило, выступала за единство Руси, осуждала междоусобные войны князей, играла большую миротворческую роль. Клятва на кресте в присутствии церковных деятелей являлась одной из форм мирных договоренностей враждующих сторон. Существовала единая правовая система. На Руси действует русская правда. В народном сознании не исчезает идея единства, но эта идея стала носить двойной характер. Русские люди считали своей отчизной и русскую землю, и одновременно Рязанское, Полоцкое или Смоленское княжество. Жители продолжали именовать свою расколотую на княжество страну Русью. А соседи называли их Русиными, то есть русскими людьми. В каждом княжестве вели свою историю от первых русских князей, начиная летописи с рассказов об Олеге, Святославе, Владимире, Ярославе в утром. Есть точка зрения, что произошел не раскол древнерусского государства, а превращение его в своеобразную федерацию княжеств во главе с великим князем киевским, хотя власть его все время слабела и была скорее номинальной. Отношения между князьями регулировались осуществовавшими тогда обычным правом и заключавшимися между ними соглашениями. Период раздробленности характерен не только для истории Руси. Все европейские государства проходили через этот период. Каждый исторический этап становления имеет свой хрометраж. Когда же началась у нас с вами феодальная раздробленность? В современной отечественной науке выделяют следующие подходы для определения начала раздробленности. 1054 год. Это смерть Ярослава Мудрого. Такие историки, как Карамзин, Насонов утверждали, что именно смерть Ярослава Мудрого является той чертой, после которой начинается раздробленность. Почему смерть Ярослава Мудрого? Потому что он устанавливает Листвицу, он устанавливает правление. Начинается триумфират Ярославичей. Три сына Ярослава Мудрого будут править вместе. Но он же фактически разделил землю. Старшему Изяславу отдал Киев, Святославу отдал Чернигов, Всеволоду отдал Переясов. То есть он фактически разделил уже землю русскую. Поэтому Ярослав Мудрый. 1097 год. Это Любический съезд князей. Этой версии придерживаются историки Лихачев, Греков. Они утверждают, что именно на Любическом съезде был утвержден феодальный принцип, что каждый сам держит свою землю. Помним, да, на Любическом съезде у нас было принято решение, каждый держит отчину свою. И вот эти историки считают, что фактически Любический съезд юридически закрепил раздробленность. Каждый держит отчину свою. 1132 год. Это смерть Мстислава Великого. Это версия историков Сахарова, Рыбакова, Кузьмина. Они утверждают, что распад Руси на отдельное княжество стал возможен только после смерти Мстислава. Умирает Мстислав Владимирович Великий, и Русь распадается на землю, на отдельное княжество. Дальше. 1243 год. Татаро-монгольское, начало татаро-монгольского ига. Эту версию озвучивают историки Кожников и Бегунов. Они утверждают, что распад был следствием вторжения монголов. В современной науке все чаще публикуются мнения авторов, что никакого единого древнерусского государства не существовало, и что феодальная раздробленность – это начальная стадия становления нашего государства. Это версия таких историков, как Дьяконов, Дворниченко и других. Итак, когда же начался период феодальной раздробленности на Руси? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно понять одну важную вещь. Удельный период Руси нельзя рассматривать в статистике. Нельзя говорить, что умер Мстислав Великий или Ярослав Мудрый, и страна сразу же стала раздробленной. Этот процесс динамичный, и ему нужно время для остановлений. Поэтому нужно говорить, что правы все историки. В 1154 году началось зарождение феодальной раздробленности. К 1197 году оно достигло своей наивысшей точки. К 1139 году укрепилось, а в 1243 окончательно утвердилось. Важно также уточнить, что вплоть до вторжения монголов процесс укрепления раздробленности русских княжеств не был завершен до конца. Это подтверждается тем, что верховная власть в стране, пусть всего лишь номинальная, была у киевского князя, а религия оставалась единой, и митрополит находился в Киеве. Древнерусские летописцы, рисуя картину политического распада древнерусского государства, объясняли происходящее кузнями дьявола, которые привели к падению норм морали между членами княжеского рода, когда старшие стали угнетать младших, а младшие перестали почитать старших. У историков же другие варианты причин раздробленности. Итак, причинами политической раздробленности древнерусское государство следует усматривать прежде всего в его экономическом развитии. Раннему феодализму было свойственно господство натурального хозяйства, отсутствие экономических связей между городами и землями. Следовательно, была возможность обособиться от государства, так как производство велось не для продажи, а для себя. Итак, господство натурального хозяйства. Первая причина. Вторая. Ослабление торговых путей из варягов-греки. Этот путь был важнейшим торговым маршрутом. Он не просто проходил через Древнюю Русь. Славяне сами активно использовали его для внутренней торговли. Он соединял между собой два важнейших в то время города Новгород и Киев. Этот путь проходил через Русь и был тем экономическим стимулом, который заставлял страну держаться единым. Окончательно путь перестал использоваться с 13 века, когда произошло монгольское нашествие на Русь. До этого маршрут постепенно теряет свою популярность. И причины, почему он теряет свою популярность, заключаются в том, что путь был нелегким. Торговцам приходилось преодолевать пороки, идти против течения, тащить суда по суше. Путь был опасен еще тем, что он проходил через территорию, занятую кочущими племенами. Сначала печенегами, потом половцами. Они нападали на суда и забирали добычу. После смерти Ярослава Мудрого начинается процесс дробления русских земель. Не стало единства между дельными князьями, что дало возможность совершать набеги кочевникам. Но и стали развиваться пути по суше из Европы. В связи с этим происходит потеря Киева исторической роли в связи с перемещением торговых путей из Европы на восток. Дальше. Потеря Киева исторической роли в связи с перемещением торговых путей. Упадок авторитета киевского князя. Развитие ремесла привело к росту городов. А следовательно ослабление центральной власти. То есть власти киевского князя. В конце 13 века в стране насчитывалось около 300 городов. Многие из них возникли на северо-востоке. Такие как Москва, Звенигород, Владимир. Другие Галич, Холм на юго-западе страны. Укреплялись и развивались старые города. А города это у нас с вами центры. Ремесленно-торговые центры для окрестных земель. В них производилось все, что было нужно для хозяйства, торговли, войны, украшения, быта. В городах быстро растут число ремесленных специальностей. Русские ремесленники нередко изготавливали оружие, доспехи, украшения и другие изделия качественнее, чем западноевропейские мастера того времени. Города были главнейшими местами торговли. Вокруг них складывались рынки. Налаживался обмен между городом и деревней. Зарождалось товарное производство. В городах появляются организации купцов и ремесленников. Постепенно дельные и крупные города становились административными центрами более сильных княжеств. Их появление способствовало обособлению отдельных земель от Киева, экономическому и политическому отравлению страны. Следующей причиной стало развитие феодальной водчины, феодальной собственности на землю и рост удельного княжески-боярского землевладения. В водчин. В русских землях сложилось крупное феодальное землевладение – княжеское, боярское, церковное. Каждое более или менее крупное владение было в экономическом отношении вполне самостоятельным комплексом различных угодий, которые группировались вокруг двора феодалов. Почувствовав почти полную экономическую самостоятельность, феодалы стали сосредотачивать в своих руках всю административную, судебную и военную власть. К концу XII века они выросли и окрепли настолько, что смогли начать самостоятельную жизнь. Дружинники князя превращались в землевладельцев и оседали на своих землях. Росло число зависимых людей-холопов, которых нужно было держать в узде, а для этого требовалось наличие полицейского аппарата, но без государственного вмешательства. Развитие производства приводило к экономическому и политическому обособлению. Местные бояре не собирались отделить свои доходы с великим киевским князем и активно поддерживали в борьбе за самостоятельность и укрепление собственного княжества их правителей. И вот у нас с вами рост экономической и политической независимости местных княжеских династий. За отделение от Киева выступают эти местные княжеские династии, их поддерживает боярство. Бояре были недовольны данями и уроками в пользу великого киевского князя, тем, что князь смешивается в их отчинные дела. Сепаратизм местных князей поддерживали и города, выросшие и окрепшие настолько, что стали соперничать с Киевом. Это Новгород, Владимир Волынский, Суздаль, Чернигов, Полоцк, Смоленск. В остальных городах князья основали свои местные династии. В Чернигове, Ольговиче, на Волыне, Изиславиче, в Полоцке, в Брянчиславиче, во Владимире, на Князеве, Юрьевиче. Еще одной причиной стала лестничная родовая система наследования престола. Эта система, с одной стороны, постоянно увеличивала количество наследников, а с другой стороны, увеличивала число князей-изгоев. Родственные отношения между членами династии Рюриковича стали очень запутанными и определить старшинство князя предпочитали с помощью войны. Междуусобицы князей привели к укреплению аппарата управления в каждом отдельном владении. Раньше князья охотно меняли свои уделы, занимая княжение после следующего по старшинству князя. Теперь они цепко держались за свои отчины, думали о расширении и укреплении своих княжеств. Местные князья стремились не истощать свое княжество излишними поборами, чтобы оставить его наследникам в хорошем состоянии. Успешнее стало развиваться буярское хозяйство, избавленное от наездов киевских тионов и сборщиков даний. Местные буяре стали непосредственно принимать участие в делах управления в отчине. По свидетельству летописцев, князья советовались бояре о том, как принимать то или иное решение. Усложнился социальная структура общества. Более определенными стали его слои в отдельных землях и городах. Здесь были и бояре, и духовенство, и торговцы, и ремесленники, и низы города, включая холопов. Зарождается дворянство, слой мелких вассалов, служивших князю, за земельное пожалование, которое предоставлялось лишь на время службы, а не как водчина. На этих воинов стали опираться местные князья в борьбе со своевольными и богатыми буярами. Нередко князей против буярства поддерживало и городское население. Еще одной причиной раздробленности было существование остатков племенной обособленности. Мы помним, что древнерусское государство было основано на подчинении одних племен другими племенами. И те подчиненные племена мечтали о том, как они получат независимость, и боролись за эту независимость. Обособлению отдельных княжеств способствовал и географический, точнее геополитический фактор. Для России того времени было затишье в войнах, да и соседи страны никак не могли посягать на ее владение, поскольку все они были слабы. Отсутствовала в середине XII века серьезная внешняя угроза, которая сплотила бы князей для борьбы. Конечно, были, например, половцы, которые периодически совершали набеги на восточные земли, но князья со своими силами справлялись всегда с врагами. Нужды в сильном объединенном войске не было. А в момент, когда оно понадобилось для борьбы с Батеем, собрать его не удалось по тем же причинам обособленности. Раньше других от Киева делились именно те земли, которым никогда не угрожала опасность со стороны кочевников. Это были Новгород и Полоцк. После разгрома Византии в 1204 году крестоносцами остатки русской внешней торговли перемесились на Балтийское море, и Новгород занял место Киева как деловой центр страны. Новгород останавливает тесные торговые связи с Гонзейским союзом свободных городов. Собственные торговые пути в Западную Европу были и у Полоцка, что способствовало самостоятельности этих городов к появлению сепаратизма. Следом за ними обособляются Галич, Волынь, Чернигов. Галичу в этом помогло его окраинное положение, близость к Венгрии и Польше. Обособление Чернигова благоприятствовали его связи с Юго-Востоком, Мотораканию и Кавказом. Черниговские князья налаживали дружеские отношения с Половцами и пользовались поддержкой кочевников. Обособлению могущества Киевской Руси способствовали столетняя борьба против кочевников, которая замедляла общий прогресс края, истощала народные силы и обрекала его на отставание. Преимущества в своем развитии в новых условиях получали новгородская земля Владимира Суздальская Русь, которые, хотя и находились в менее благоприятных географических условиях, но не испытывали мощного давления со стороны кочевых народов. Распад Руси в новых хозяйственных и политических условиях объяснялся ее огромной территорией, различными природными и экономическими особенностями отдельных земель. К примеру, Суздальскую Русь отделяла от Волынской земли тысяч километров. Это были разные миры. На распад страны повлиял ее многонациональный состав. Древнерусское государство населяло более 20 различных народностей, которые долгое время шили в мире, но с ростом недовольства внутри страны, национальный вопрос там очень остро и сыграл немалую роль в разделе Единая Руси. Распад Руси привел к ослаблению власти киевских князей, что и обусловило процесс политического распада Киевской Руси. Внешний распад Киевской Руси представлял собой раздел территории между представителями княжеской семьи, разрушившейся за то время. Феодальная раздробленность стала логичным путем развития государственности на Руси. Развитие феодализма в стране, которое шло по восходящей линии, сделало процесс разбития государства неизбежным и естественным. При этом границы этих княжеств постоянно между собой меняются. Вот разные карты, если посмотреть разные карты, то границы этих княжеств, они будут разными, потому что процесс обособления постоянно отробился. У любого процесса есть положительный и отрицательный момент, положительные последствия раздробленности. Экономическое развитие земель, развитие ремесла и торговли, в условиях становления новых экономических районов и оформления новых политических образований шло неуклонное развитие крестьянского хозяйства, осваивались новые пахотные земли, происходило расширение и количественное умножение водчин, которые для своего времени стали наиболее передовой формой ведения хозяйства. Хотя и происходило это, конечно, за счет труда зависимого крестьянского населения. Итак, более полное использование внутренних ресурсов каждого княжества. для хозяйственного развития земель, которое приводило к экономическому развитию этих земель. Развивались старые, зарождались новые ремесленные центры, процветала торговля. Важнейшей отраслью в хозяйстве в ряде земель становятся лесные промыслы, добыча соли. В вращенный урожай, изделия, ремесла, добыча промыслов не вывозилась данью в Киев, а полностью использовалась в каждой земле, что, естественно, еще больше создавало возможности для развития этих земель. Рост и взеление городов. К этому пункту можно отнести экономические, духовные, ремесленные новшества, которые появляются в княжествах. Связано это было с довольно простой вещью. Князья в своих землях были полноправными властителями, для поддержания которой было необходимо развивать натуральное хозяйство, чтобы не зависеть от соседей. Формирование аппарата власти, учитывающего особенности географического положения земли, особенности хозяйственной деятельности. Складывание определенных традиций в культуре, изотчестве, изобразителем искусстве, литературе, общественной мысли, устном народном творчестве. На бывших окраинных государствах расцветает каменное строительство. Города, монастыри, княжеские вотчины украшались новыми церквями, флесковыми росписями, иконами местного письма. Появляются свои школы мастеров и особенности художественных стилей в разных землях. Культура становится разнообразнее. Расцвет летописания. Равномерное заселение страны. Это один из положительных моментов, который был достигнут за счет того, что южные земли стали постоянным объектом войн. В результате основное население Киевской Руси, Галецко-Волынской, Переяславской вынуждено было уходить в северные районы для обретения безопасности. Отрицательные последствия раздробленности. Обособления сопровождаются между усобицами, в которых русские рати воюют друг против друга. Правители независимых княжеств вели непрекращающиеся войны друг с другом. Многие современники укоряли их в том, что они своими раздорами открывают Русь грабителям и завоевателям. По подсчетам известного русского историка Соловьева с 1055 по 1228 года на Руси на 93 мирных года пришлось 80, в которые происходили усобицы. Сами междоусобные войны были, правда, не так уж кровопролитны. Например, во время второго похода Андрея Боголюбского на Киев в 1174 году Суздальцы и киевляне два дня бились под Вышгородом. Раненых много было замечать летописец, а убитых немного. Страшны были не сами битвы, а их последствия. Победители выжигали и грабили села, разбойничали в городах и, самое главное, захватывали многочисленные полоны, брали людей в плен, обращали пленников в рабство, переселяли на свои земли. Так, когда князь Изяслав Давыдович с половцами в 1160 году разорил Смоленщину, он вывел оттуда пленных 10 тысяч человек, а внук Мономаха Изяслав Киевский в 1149 году увел из ростовской земли своего дяди Юрия Долгорукова 7 тысяч человек. Дальше идет дробление земель, которое будет продолжаться, удела становится все меньше и меньше. Это влияет на ослабление бороноспособностей русских земель, на неспособность их противостоять сильному врагу. Каждое княжество имело свою дружину, действовавшую в интересах своего княжества. Единой русской армии не было. Нельзя сказать, что современники, участники междоусобий, междоусобий XII-XIII веков, не видели в них зла. Как и во времена Мономаха, пытались созывать княжеские съезды. Князья заключали между собой договоры о вассалитете. Братья старейшие клялись не обижать и защищать братьев-младших, которые, в свою очередь, торжественно обещали во всем слушаться старших братьев и ходить по их воле. Это поддерживало определенный порядок в раздробленной Руси, смягчало междоусобицы, но не ликвидировало их. Вмешательство половцев в дела Руси, ну и распад связей между отдельными русскими землями, изоляция многих из них от Европы, снижение в целом международного престижа русской земли. Отечественная история, особенно та, что базировалась на принципах науки Советского Союза, оценивает эпоху феодальной раздробленности Руси отрицательно. Еще со школьной скамье рассказывают о том, что раздробленность стала последствием борьбы за власть и деньги, отсутствием единой системы управления, страны, это дало возможность для того, что монголо-татары быстро завоевали Русь. Все это, конечно, правда, но нужно понимать, что советские историки говорили об этом только потому, что это соответствовало принципам социалистического государства. Капитал всегда устраивает войны, государству нужен центр управления. Сегодня историки все чаще говорят, что феодальный период – это логический итог развития государства. И именно тогда был дан сильный толчок для развития государства во всех сферах, но главным образом – производительных сил, рост городов, развития культуры. Переход к феодальной раздробленности не сопровождался упадком Руси. Напротив, он был ознаменован крупными сдвигами в социально-экономическом, политическом и культурном развитии. Новая структура княжеств-государств стала обретать более отчетливые очертания. Власть получила возможность своевременно реагировать на кризисные ситуации. Она стала более эффективной, чем во времена Единой Киевской Руси. Среди полутора десятков княжеств, которые образовались в XII веке на территории Руси, наиболее крупными было Киевское княжество с центром в городе Киев. Вот оно, Черниговское у нас с вами княжество, Северское, Новгород-Северское. Центром Чернигово будет Чернигов, центром Новгород-Северского, Новгород-Северский. Новгородская земля с центром в городе Новгород. Галецко-Волынская, Владимир Волынский, Галецкая земля с центром в городе Галич. Владимира Суздальская с центром в городе Владимир на Клязьме. Каждая из этих княжеств занимает обширные земли. Ядром которых были не только исторические территории, еще старых племенных княжений, но и новые территориальные приобретения, новые города, которые выросли в этих землях за последние десятилетия. Киевское княжество. Вот у нас с вами Киевское княжество. Город Киев по-прежнему считался старшим среди всех других русских земель. Княжество Киевское занимало земельные участки на обоих берегах Днепра. Оно граничило, как вы видите, с Полоцким княжеством. С Туровопинским княжеством на севере, на западе это будет Галецко-Волынское княжество, на востоке Переястовское и Черниговское княжество. Туровопинское. Здесь у нас с вами плодородные земли, мягкий климат, это способствует развитию земледелия, плотоводству, охота, рыболовство. Здесь располагались наибольшее количество крупных водчин и хозяйств, находилось наибольшее количество пахотных земель. Сельское население Киевщины жило в довольно крупных городах. В некоторых, судя по археологическим раскопкам, насчитывались от 50-60 домов. Такие большие деревни были совершенно не характерны для северо-восточной Руси. Сельскую округу здесь опутывали боярские водчины. В самом Киеве и в городах киевской земли трудились тысячи ремесленников, чьи изделия славились не только на Руси, но и далеко за ее пределами. Залежи железа благоприятствовали развитию кузнечного ремесла. Через Киев проходили важнейшие торговые пути, основной из них – путь из варягов к греки. Город Киев находится еще раз на берегах реки Днепр. А Днепр впадает в Черное море. Поэтому была развита торговля. Киевское княжество, хотя и утратило свое значение политического центра русских земель, по-прежнему считалось первым среди других княжеств. Киев остается церковным центром Руси. Здесь живет митрополит. Киев остается в памяти народа матерью городов русских. Он являлся символом единства народа, колыбели русской государственности. Киев был одним из крупнейших городов Руси, в котором сохранились прекрасные дворцы и храмы. Сюда в монастыри, прежде всего в Киево-Печорске или Лавру, сходились ополомники со всей Руси. В Киеве писалась и общерусская летопись. Наиболее интересным непосредственным продолжением повести временных лет был киевский летописный свод конца XII века. Что касается авторства свода, то расхождений здесь у историков нет. Большинство историков воспринимают вывод Иловайского о том, что его составителем был игумен Михайловского в Идубского монастыря Моисей. Уже первые исследователи киевской летописи конца XII века обратили внимание на ее чрезвычайную сложность. Костомаров полагал, что она не могла быть написана одним человеком, поскольку хронологически охватывает время значительно больше, чем продолжительность человеческой жизни. И содержит отчетливые признаки различных авторов. Бестужин Рюмин рассматривал киевский свод конца XII века не как хронику с последовательной работой двух-трех летописцев, а как сборник отдельных повестей из Казахи, которых он насчитал шесть. В свое время Костомаров, Бестужин, Фрюмин и другие исследователи летописей обратили внимание на наличие в киевском своде известий, которые могли происходить из Черниговских, Переяславских, Новгородсеверских, Суздальских, Новгородских, Волынских, Галицких и Смоленских записей. Киевский летописный свод конца XII века охватывает более чем 80-летний период истории Руси. Начинается он с записями 1118-1139 годов. И здесь описаны последние восемь лет княжения Мстислава Владимировича, а также киевские княжения его сыновей Мстислава Иерополка. Смерть Мстислава Великого в 1132 году и последующая борьба за киевский престол стали поворотным пунктом в истории Киева. Именно в 30-40-е годы XII века Киев потерял контроль над Ростово-Суздальской землей, где правил сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий, над Новгородом и Смоленском, боярство которых само начало подбирать себе гнезей. Для киевской земли осталась в прошлом большая европейская политика дальней походы. Теперь внешняя политика Киева ограничилась двумя направлениями. Продолжается борьба с половцами. Половецкую опасность киевским князьям удалось сдерживать, опираясь на помощь других княжеств. Ну и новым сильным противником Киева становится Владимир, Владимиросуздальское княжество. Однако справиться с северо-восточным соседом было гораздо труднее даже, чем с половцами. Юрий Долгорукий и его сын Андрей Боголюбский не раз совершали походы на Киев, несколько раз брали его штурмом, подбергали погромом. Победители грабили город, жгли церкви, убивали жителей, уводили их в плен. Как говорил летописец, были тогда на всех людях стоны тоска, печаль неутешная и слезы не пристаны. Водчинники, киевские бояре, бесстрашные воеводы окружали себя сотнями дружинников. Это была не роскошь, а необходимость. Частые междоусобия и набеги половцев, сотрясавшие киевскую землю, заставляли думать о защите своих людей и имущества. Население Киева бежало из киевского княжества на северо-восток во Владимиросуздальское княжество. Хотя великий князь Киевский и утратил власть над всей Русью, номинально он считался старейшим русским князем и получить столь почетный титул хотели многие. После смерти Мстислава Владимировича начинается борьба за обладание Киеву. Владимир Мономах оставил Киев детям от своей первой жены, англосаксонской принцессы Гиты и их сыновья. Его младшие сыновья Вячеслав, Юрий, Андрей по завещанию лишались права занимать Киевский престол. Однако они не могли с этим смириться. Помнили о своих правах на Киев и черниговские князья, являвшиеся более старшей ветвью потомков Ярослава Мудрого, чем Мономаховичи. В итоге судьба Киева в XII веках решалась в споре трех сил. Младших сыновей Владимира Мономаха и их детей, внуков Мономаха Мстиславичей и их потомков, но и черниговских князей Ольговичей, сыновей Олега Святославича и их потомки. Киевские буяре желали ослабить междоусобную борьбу князей вокруг Киева и одновременно укрепить собственные позиции. Поэтому киевские буяре возродили традицию созывать на Вечи киевлян. Вечи приглашала сразу двух князей, как правило, представителей соперничьих группировок. Один из князей садился в Киеве, другой, его наследник и соправитель, садился в Вышгороде или Белгороде. Например, в Киеве садится Мономахович, тогда в Вышгороде, Белгороде Ольгович. Мономахович убирает, умирает, Ольгович перемещается в Киев, а в Вышгороде или Белгороде садится Мономахович. Кто из Мономаховича или кто из Ольговича сядет на престол, решайте на своих землях. Значит, допустим, кто из Ольговича сядет на киевском престоле? Вот Ольговича в своем черниговском княжестве, между собой там разберитесь, и нам одного Ольговича выдайте. Все. Таким образом, Киевское Вече минимизировало последствия междоусобных войн. То есть, междоусобица идет в Черниговской земле, где решается, кто из Ольговича сядет во главе Киева. А получается тогда, что непосредственно на киевской земле у нас с вами нет междоусобиц. Точно так же приходят два князя. Они соправители, правят как бы двум вират, правят вместе. Один старше, другой младше. Но каждый из этих князей приходит со своей дружины. Получается, что приходят в Киев править два князя. Они приводят с собой две дружины. А как вы понимаете, две дружины лучше защитят киевскую землю от половцев. Поэтому, значит, вот так хитро Киевское Вече обезопасило свое княжество и от междоусобиц князей, и от прихода половцев. Однако соперничества вокруг Киева не прекратились. Соправители враждовали и часто изгоняли друг друга из киевской земли. Если защита от половцев еще как-то удалась, а то междоусобицы нет. И поэтому у нас с вами население из Киевского княжества бежит на северо-восток, спасаясь и от половцев, и от своих князей. Следующее, Переяславское княжество. Это русское княжество располагалось на границе со степью на левом берегу Днепра. На западе оно примыкало, если вернуться, вот на западе оно примыкало к Киевскому княжеству, расположенному на правой стороне Днепра. На севере граничилось Черниговское княжество. С южно-юго-восточных сторон граница изменялась, соответственно, ходу русско-половецких войн. И как вы видите, здесь четкой границы нет. Граница только на юге и юго-востоке приблизительная. Княжество было населено северянами, полянами, частично угличанами. Столицей княжества был город Переяславль. Ныне это Переяслав. Столица княжества была основана князем Владимиром Святославичем. Существует легенда, что в 992 году была битва русских и печенежских войск на реке Трубеж. От русичей выступил богатырь Кожемяка, который победил противников схватки. После этого печенеги отступили на месте битвы и был основан Переяславль. Само название Переяславу, да, перетянули на себя славу победы над печенегами. Город Переяславль строился для защиты от кочевников южных земель Руси. По разделу Ярослава Мудрого Переяславское княжество, которому тогда принадлежала Ростово-Суздальская земля, досталось Всеволоду Ярославичу. Судьба Переяславской земли всегда была тесно связана с Киевом. Когда на Киевский престол сели потомки дома Мономахов, Переяславская земля долгое время оставалась их уделом. Ее столица была вторым по значению городом после Киева. Отсюда многие правители перемещались на Киевский престол. Во время становления Древней Руси Переяславская знать активно участвовала в политической жизни всего государства. В частности, они присоединялись к военным походам киевских князей. Вместе с черниговскими боярами они участвовали в сборе данных с населения в пользу Киевского престола. Всего на территории княжества построено было 25 городов. Большая часть из них была крепостями и играла важную роль в обороне юго-восточных границ. В то же время часть городов развивалась как крупные торговые и ремесленные центры. Здесь жили крестьяне, ремесленники, воины. В Переяславском княжестве был хорошо развит военно-феодальный тип правления. Княжеская войско-дружина была главной опорой правителя в делах внутренней политики. В отличие от других русских земель, местное боярство не враждовалось княжеской властью. Это было связано с постоянной угрозой извне. Княжеские войска помогали защищать вотчины от постоянных половецких набегов. Наиболее знатные бояре были приближены к трону, составляли ближайшее окружение князя. В городах официальными представителями князя были посадники. Они соблюдали интересы престола в своих округах. В их обязанности входили внутренние дела, хозяйственные вопросы, судебные разбирательства и сбор податей в пользу трона. Экономическое и культурное развитие Переяславского княжества стимулировалось близостью к торговым путям, по которым Русь торговала с восточными и южными странами. Главной из них была речная артелья Днепра, связывающая восточных славян с Византией. Помимо путей из Варяг в Греки был также соляной путь, по которому торговались с побережья Азовского и Черного моря. Через Переяславщину купцы достигали далекое восточное Тмудракане и часть частичной Поволжья. Благодаря близкому расположению крупных торговых путей, экономическое развитие земли находилось на очень высоком уровне. Во второй половине XII века усиливается военная активность кочевых половецких племен. Наряду с этим внутри территории Южной Руси не утихают междоусобные войны. В результате из Переяславля начинается массовая миграция населения. В 1185 году сам город Переяславль был осажден ханом Кончаком. Однако, благодаря талантам и храбрости князя Владимира Глебовича, осаду удалось отбить, город был спасен. В 1239 году, во время нашествия Золотой Орды, город был захвачен и полностью разорен. Тогда же было разгромлено и все княжество. С этого времени оно фактически перестает существовать. Территория попала в прямое подчинение татаро-монгольским ханам. Первым правителем Переяславского княжества был сын Ярослава Мудрого Всеволод Ярославич. Он зашел на престол в 1154 году. Тогда же он заключил мир с половецкими кочевниками. В дальнейшем здесь правили у нас с вами в Переяславском княжестве потомки Владимира Мономаха, Ярополк, Всеволод, Юрий Долгорукий, Андрей Добрый. Со времен Мономаха вошедствие на престол Переяславля считалось значительным шагом на пути к Киевскому престолу. С 1149 года начинается правление сыновей Юрия Долгорукого, Ростислава, Глеба, Михалка. Дальше трон переходил к их потомкам. Периодически в Переяславле появлялись правители с других княжеских домов Мстиславичи, Рюриковичи, даже Черниговские Ольговичи. Переяслав относился к типу второстепенных княжеств, где не утвердилась своя династия, а сам город с окрестными землями хаотично менял правителей в результате междоусобных войн и политических комбинаций. Благодаря особому географическому положению Переяславское княжество играло важную роль в обороне Руси от кочевых племен Печенегов-Половцев-Хазар. На его долю выпала большая часть набегов. Значительную роль в обороне не только Переяславского княжества, но и всей Южной Руси играла посульская оборонная линия. Цепочка сторожевых крепостей по реке Сули. Эта посульская оборонительная линия была заложена великим князем киевским Владимиром Святославичем, который стремился во время войны с Печенегами укрепить южные границы государства и набирал для этого воинов из Северной Руси. Именно с посульской линией связано первое известное употребление слова «Украина», «Украина», то есть «пограничье», «Украина», «Украина». Оно становится впоследствии, это слово становится впоследствии основой для названия «Украина». Впервые это слово встречается в упатийской летописи по 1187 году в связи со смертью Переяславского князя Владимира Глебовича, много воевавшего с половцами и укреплявшего пограничную линию. Согласно летописи, о нем же «Украина» много пустунала. Большинство городов посульской линии пришли в упадок после Батыева нашествия. Вот у нас с вами река Сула и вот они посульские города. Они все приходят в упадок после Батыева нашествия, ну и само Переяславское княжество переходит под прямое управление монголо-татар. Вот такая у нас с вами Переяславская земля в XII веке была. Что касается остальных княжеств Галецко-Волынского, Смоленского, Турово-Пинского, Новгородского, ну и Владимира Суздальского княжества, то это, ребята, вы изучаете самостоятельно в методичке. Спасибо за внимание.